Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовим капустные оладьи. Если вы любите капусту, то этот рецепт точно пригодится. Я их готовлю вместо драников на завтрак или перекус. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. 400 грамм капусты натираем на крупной терке. У меня капуста молодая, поэтому я ее перетирать руками не буду и очень-очень сочная. Если у вас такая же, как у меня, то лишний сок желательно слить. В капусту добавляем 2 яйца и сметану. Вместо сметаны можно взять кефир или натуральный йогурт. В сметане я погасила пол чайной ложечки соды. К сожалению, камера у меня не засняла, как я это делала. Сметану тоже добавляем в капусту. Добавляем примерно пол чайной ложечки соли, перец по желанию и специи. У меня это сушеный чеснок и прованские травы. Можно мелко порубить петрушку или укроп. Добавляю 3 зубчика чеснока. Все тщательно перемешиваю. И затем добавляем муку. Сначала я добавила 4 столовые ложки муки. Перемешала. Ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Возможно, понадобится чуть больше или меньше муки. У меня капусточка, как я уже сказала, сочная. Поэтому я добавляю еще 2 столовые ложки муки. Еще раз перемешиваю. Обратите внимание на консистенцию. Консистенция теста должна получиться примерно вот такая. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло и выкладываем по 1-2 столовые ложки теста, формируя оладьи. У меня получились оладьи крупные. Если вы любите помельче, то по 1 столовой ложечке теста будет достаточно. Обжариваем их до золотистой корочки на среднем огне. Готовые оладьи перекладываем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. И продолжаем обжаривать следующую партию оладьев. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно на 14 штук. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!